Виктор Пироженко 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 Мы об этом дальше поговорим. Порошенко и киевские власти делают то, что должны делать в этой ситуации. В ситуации обострения в Донбассе, в ситуации, когда они не контролируют часть территории, когда ведется усиленный поиск внутренних врагов. Они пытаются поддерживать армию в состоянии боеготовности. Я думаю, что в том числе это делается на случай неких решений силовых в отношении подавления Республик Донбасса, в ситуации, когда для этого сложатся благоприятные обстоятельства. Понятно, армия готовится, но вряд ли сейчас будут пускать в ход. А пустят тогда, когда соответствующая международная обстановка вокруг Украины, в контексте президентских выборов США, сложится настолько благоприятно для киевского режима, что он сможет реализовать свои силовые планы. Я не думаю, что это произойдет сейчас и очень быстро. Тут, скорее всего, имеется в виду в Киеве киевскими функционерами какая-то долгосрочная перспектива. Они готовят армию на случай каких-то силовых решений, тогда, когда международная обстановка это позволит. Или, как они надеются, Россия уступит давлению США, или произойдет некий торг России с западными партнерами и размена интересов, в результате которых станет возможным какое-то силовое решение или просто решение в отношении Республик Донбасса, которое они не контролируют. На этот случай готовится армия, готовятся силовые структуры. Есть версия, что Россия отстранила Зурабова, своего посла в Киеве, за то, что тот не смог договориться по поводу успокоения Киева с Крымом и выполнения Минских соглашений, и, возможно, прекращение конфликта на Донбассе. И вообще никак не смог побудить своего друга Порошенко к тому, чтобы конфликты кончились. Как вы считаете, насколько это верная версия? Ну, тут я не буду оценивать эту версию, просто потому что не знаю. Я как аналитик все-таки стараюсь отталкиваться от каких-то фактов. Я думаю, что здесь, так сказать, неудача господина Зурабова в убеждении Порошенко, его побуждение к миру ни при чем. Порошенко, в принципе, к миру нельзя побудить. И если он некие решения принял начать войну в июле 2014 года, так и потом окончил ее, потом сейчас, исходя из какой-то своей тактики, поддерживает такую перманентную напряженность на линии разграничения, то он, конечно, именно господин Порошенко, руководствуется своими целевыми установками, установками, скажем, господина Байдена и посла США в Киеве, Джеффри Пайта, но никоим образом господин Зурабов не смог бы перевесить влияние американцев на нынешнюю киевскую администрацию. Это совершенно очевидно. А по ощущению, киевлян он старался как-то до Майдана в процессе развития украинского кризиса влиять на ситуацию, так, чтобы Украина не ушла под крыло США и ЕС? Да, мне сложно сказать здесь, но из того, что я знаю, то, видимо, старался. Насколько я могу судить, то, конечно, прилагал определенные усилия, и все, что от него зависело, видимо, делал, ну, как и мне кажется, со стороны. Но дело в том, что после переворота февраля 2014 года, от господина посла, от Зурабова, вообще, от российской стороны уже мало что зависело, потому что ситуация в Киеве, и киевский режим, который утвердился, но абсолютно полностью контролировался, буквально в телефонном режиме контролировался из Вашингтона. Поэтому здесь, в принципе, невозможно было ничего сделать, будь там Зурабов или кто-то еще. Ну, а что сейчас представляет собой европейский вал? Такой вот европейский вал, один из главных проектов времен Арсения Юценюка, куда были вложены, вроде бы, большие деньги, и он должен был стать щитом от возможной российской агрессии. Да, его разрекламировали именно так. Денег, вроде бы, много украли. Денег было немерено. Ну, а что он собой представляет? Вот, собственно, сами украинские, киевские журналисты очень исчерпывающе отзываются, и зачастую в непарламентских выражениях об этом вали, и о суммах, которые на него потрачены. Ну, это просто в чистом виде распил бюджета со всеми откатами. Вот, это совершенно позорное явление. То есть оно, ну, начнем с того, что оно позорное по своему замыслу, то есть отделить два братских народа, тем более, друг от друга, тем более население сопредельное с Россией территория. Это там Харьков, Харьковская область, там Слобожанщина, вот, там часть Луганска. Это население, которое просто имеет кровных родственников в глубину там на 200-300 километров на российской территории. И за него, за этих людей уже сверху из Киева распорядились отгородить их от своих родней, от близких родных людей, запрещает им общаться. Ну, там какие-то пункты пропуска есть, но, кстати, они резко уменьшены на границе с Россией, уменьшено их количество. То есть делается, в принципе, все для того, чтобы затруднить общение, выстроить стену, то есть разорвать буквально через колено, поломать все родственные связи, связи с Россией. Ну, а стена, ну, это просто ров, насколько я видел по фотографиям, это ров, вырытый там трактором, ров, который вообще можно перепрыгнуть при хорошей подготовке, то есть. И какая-то сетка поставлена, ну, сетка из тонкой проволоки, как какое гаражуют детские садики в городах там, в Киеве, в Москве. По-моему, вот это весь вал. То есть главное назначение этого вала не военное, а оборонительное? Нет, конечно. Ну, во-первых, я думаю, что господин Яценюк, когда его устанавливал, он сам прекрасно понимал, не хуже нас с вами, что никто на Украину не нападет. И Россия как раз не нападет, естественно. В первую очередь Россия не нападет. Вот, поэтому, собственно, так он и выстраивался. Ну, а вот такой вопрос. А если бы он думал, что Россия нападет, вал был бы точно такой же? Я думаю, что точно такой же. Ну, может быть, чуть более укрепленный, но есть пороки киевского режима, которые вот после свержения Нуковича были умножены в квадрат, в десятой степени. Это коррупция и поголовное воровство и взяточничество. Но украинская пресса сообщает, что на Донбассе боевики активно используют бронетехнику и тяжелую артиллерию. Примерно то же самое сообщают журналисты, российские журналисты, журналисты Донецкой и Луганской народной республики. Республик о боевых действиях на Донбассе. Происходит, видимо, новое обострение. Не кажется ли вам, что оно приведет к тому, что война там загорится с новой силой? Ну, вот надо понимать причины такого обострения. И, собственно, эти причины и сам факт обострения, они-то и толкают, очевидно, российскую сторону на такую, на всякий случай, проверку боеготовности, на случай, как бы чего не вышло. А причина в такой напряженности, собственно, в сознательно избранной Киевом стратегии, она была открыта, опубликована в «Зеркале недели» господином Горбулиным, это советник господина Порошенко. Стратегия ни войны, ни мира. Или, как он выразился, значит, перманентных переговоров, как бы такой, я не могу сейчас точно воспроизвести, своими словами перескажу эту стратегию, стратегия перманентных переговоров и такой военной напряженности. То есть это баланс, значит, между, как бы, миром и постоянными такими обстрелами, то есть средней степени напряженности на линии разграничения без каких-то решительных наступательных действий, наступательных действий с киевской стороны. Значит, на фоне вот поддержания такой перманентной напряженности, эта стратегия предполагает проведение переговоров, переговорного процесса Минского, но без фиксации промежуточного или какого-то конкретного результата. Собственно, что Киев ровным счетом это делает в течение вот двух лет, ну, там меньше, да, с момента первых минских соглашений, это меньше, ну, год. Точнее, нет, двух лет, да, вот сейчас вот два года исполняется, значит, со дня первых минских соглашений. Ровно это. То есть переговорный процесс, для того, что переговорный процесс, как способ остановить было наступление ополченцев в 2014 году, а потом способ прервать, не допустить, предотвратить их наступление после Дебальцевского котла. Так, и этот переговорный процесс сыграл свою роль, действительно наступление остановилось, российская сторона пошла навстречу. И первый раз, кстати, в 2014 году, да, в сентябре она надеялась, что достигнутых соглашений и там даже принятого закона в Киеве, там был принят закон об особом статусе Донбасса, достаточно. И это говорит о том, что, как бы, Киев настроен на выполнение, на мирное урегулирование конфликта. Оказалось, что нет. Потом, значит, после Дебальцева вторые минские соглашения, опять та же ситуация. В России думали, что, ну, уже этого-то точно достаточно, и, как бы, в присутствии партнеров западных, господ Меркель и Олан, были подписаны эти минские соглашения, что уж точно сейчас Киев будет выполнять эти договоренности. Ну, ничего подобного. То есть, переговорный процесс превратился в самоцель. Он шел отдельно и, так сказать, сковывал в какой-то степени руки и ополченцам, потому что они просто не могли отвечать на постоянные провокации киевских силовиков. А киевские силовики, реализуя вот эту стратегию по поддержанию такой среднего уровня напряженности, но без явных наступательных действий, они, так сказать, создавали определенную, ну, как они, значит, в этой статье господин Горбуле написалось, наносили демотивирующие потери, значит, армиям Донбасских республик. Значит, расчет был также на определенное психологическое подавление населения Донбасских республик, вот, то есть, введение в состояние, вот, этими обстрелами, в состоянии такой депрессии, когда бы они начали, в конце концов, давить на собственное руководство, с тем, чтобы те уже или решали сдаваться Киеву, или быстрее начинали идти на какие-то уступки в минском процессе. Вот, и вот это вот такая ситуация, да, ну, а Западу показывать, что пока существует напряженность на линии разграничения, у Запада есть мотив поддерживать санкции антироссийские, вот, ну, и, так сказать, держать заодно еще и собственную армию в тонусе, то есть, армию киевскую в тонусе. Я так понимаю... И вот, собственно, это, да, эта стратегия реализуется, и пока, ну, что там утаивать, она принесла свои плоды Киеву, минские соглашения, на какой точке они были 12 марта, на той они... Порошенко в последнее время активно концентрировал военные силы на границе с Крымом, с российским Крымом. Может ли Петр Порошенко, вот, в условиях вот этой вот тихой войны минных полей и обстрелов на Донбассе решиться на большой конфликт с Россией, хотя бы даже в зоне полуострова Крым? Ведь украинских диверсантов на российской территории мы уже видели. Думаю, что нет, думаю, что нет. Я вот, прямо продолжая ответ на предыдущий вопрос, вот, исходя из того, что я говорил, если мы четко понимаем эту стратегию, то она не предполагает никаких обострений в отношении, так сказать, на линии разграничения с Донбассом или в Крыму, никакого, не дай Боже упаси, наступления на российскую территорию, потому что, ну, опять же, в Киеве сидят не дураки, то есть... Ну, они же считают это своей территорией. Ну, мало ли, что они считают, в ответ-то они получат сокрушительный удар и, так сказать, на украинском государстве просто крест будет поставлен, и они это прекрасно понимают. Я думаю, что они это понимают. И они понимают, что мы это понимаем. Вот, поэтому вряд ли они, давайте будем трезво оценивать ситуацию, вряд ли они на это пойдут, тем более, если даже там есть горячие головы, там, а там есть горячие головы, то их очень жестко удерживает, прежде всего, сам господин Порошенко и господа Байден, то есть, настоящий, так сказать, правитель Украины, господин Байден, децепрезидент, который курирует Украину с послом Пайтом, ну, сейчас там новый посол. А, кстати, какова роль этого самого Джозефа Байдена в украинской политике? Вот обрисуйте ее. Что он делает, за что отвечает, как он направляет работу? Ну, судя по тому, как он часто являлся на Украину, судя по тому, как он присутствовал на заседаниях кабинета министров, судя по тем слухам, достаточно достоверным, скажем, о том, что господин Байден буквально в телефонном режиме периодически общается с господином Порошенко, да, собственно говоря, господин Байден-то сам признавался в том, что он с Порошенко общается чаще, чем со своей женой. Он, как в декабре 2015 года приезжал, выступал в Верховной Раде, он об этом говорил, говорил о том, как они плотно работают с киевской властью, абсолютно без стеснения, прямо открыто, ничтоже сумнявшийся, расписывал, значит, подробности вот этого управления, управления, значит, внешнего управления киевскими властями. Вот, поэтому, собственно, настоящий вертикаль власти на Украине, там действительно начинается с господин Порошенко, господин Ноланд, потом посол США, ну, раньше был Пайд, сейчас женщина приехала, фамилию сейчас я не помню, вот, а дальше уже идет, собственно, киевская вертикаль Порошенко, Яценюк, там глава правительства, ну, не Яценюк, а Гройсман, да, и дальше, так сказать, вот это вот настоящий вертикаль власти. Ну, а как вы считаете, вот позиция России в этой ситуации, ситуации, как раз когда Порошенко брят с этим оружием, она насколько правильно или, может быть, неправильно? Я думаю, что она правильно, я думаю, что она правильно, она исходит, как мне кажется, из одной главной, важной, фундаментальной и правильной посылки. Видите ли, нам нельзя ни в коем случае давать поводы и основания пропаганде режима, нагнетать новые факты, нельзя давать своим поведением новые факты или новые предметы для спекуляции, вот, в целях нагнетания антироссийской истерии, откровенной русофобии. Тем более, что она постепенно как бы спадает. Ну, вопрос общественных настроений на Украине это отдельная тема, но надо сказать, что она спадает, скажем так, острая русофобия спала. Но она, к сожалению, стала таким тяжелым общим фоном, таким глухим фоном, который накладывает отпечаток на оценки украинским населением текущих политических событий, действий России, накладывает отпечаток на оценки сообщений, собственно, украинских, СМИ о России и о Донбассе и так далее, и так далее. Но сейчас все процессы, которые сейчас идут на Украине в обществе, в экономике, процессы отчуждения, размежевания общества с властью, они указывают на то, что процесс выздоровления очень медленно, но он идет. Он идет. Ему надо не мешать. Неосторожные шаги со стороны России, которые могут дать очень веские основания, предметы для спекуляции, пропагандистских киевскому режиму, могут этот процесс нарушить. Вот. Могут нарушить. Ну и, собственно говоря, поэтому здесь выдержка и выдержка, еще раз выдержка, но в то же время необходимы, конечно, однозначно, тверда, достаточно, скажем, жесткая линия в отношении провокаций и прочего. То есть, чтобы тут видно было киевскому режиму, что Россия всегда найдет, чем ответить. Не обязательно, так сказать, это будет то, чего они так сильно хотят, а именно война. Они действительно приглашают Россию на войну и всеми силами хотят, чтобы Россия первая, так сказать, спровоцировалась. А Запад тоже этого хочет? США, Евросоюз? Видите ли, я думаю, Запад-то этого не хочет. Я уже об этом говорил. Не хочет почему? По одной причине, она достаточно логична и прозрачна. Любая сильная провокация в отношении России, которая будет расценена, скажем, российским руководством, я так думаю, как агрессия, как акт агрессии, конечно, получит отпор. В результате этого отпора, я уже говорил, не то, что киевский режим, но и сама Украина, как целостное государство, перестанет существовать. Это совершенно очевидно всем. Это очевидно в Киеве, это очевидно в Вашингтоне. Нужен Вашингтону такой сценарий? Я думаю, что нет. Им Украина нужна как целостное государство, сильное государство, но под их контролем. Государство с более-менее удерживающейся наплавой экономикой, с более-менее сильными вооруженными силами, которые заточены строго под определенные американские интересы геополитического сдерживания России. Вот в этом качестве им Украина нужна. Им Украина не нужна. Украина, где население осознает пагубность этого евроатлантического курса и осознает, что надо возвращаться к дружбе с Россией, эта Украина им не нужна. А такая Украина будет, если, не дай бог, случится агрессия против России или какие-то провокационные действия киевского режима, которые будут просто зашкаливать, будут переходить все границы. А насколько помогает стабилизация украинского режима политического, вот эта политика сборов поход против России или подготовки к этому походу? Вот как раз сам процесс подготовки к походу против России, но без похода, он помогает. Он помогает, как я уже говорил, и стратегия, озвученная господином Горбулиным в зеркале Нители, она достаточно четко, ведь об этом же говорит. Нужно постоянное поддержание напряженности, но без атаки, без нападений. Так, нужны переговоры, но без фиксации конечного результата. Таким образом, у них есть надежда дискредитировать Минские соглашения постепенно, аккуратно, отодвинуть их на второй, третий, четвертый, пятый план, а потом вообще спустить на тормоза и дискредитировать эти соглашения. Ну и заодно добиться, на фоне полного, тотального невыполнения Минских соглашений, добиться изменения, собственно, позиции России с Запада, вот в отношении обязательств Киева, особенно политической части. Они надеются, что постепенно, время лечит, как говорится, вот постепенно, так сказать, они вырулят на вот этот вариант развития событий. А как изменится украинская политика Соединенных Штатов после выборов? Что вы ожидаете? Выборов США, я имею в виду. Я понимаю. Ну, тут трудно сказать, трудно сказать, как она изменится. У меня нет никаких иллюзий ни в отношении Трампа, ни в отношении Клинтона. Единственное, что, конечно, Трамп, который все-таки дистанцируется от неоконсерваторов последней волны, причем неоконсерваторов как в демократической, так и в республиканской партиях, все-таки, если Трамп займет постпрезидента, при нем будет больше возможностей договориться, и он в большей степени, учитывая национальные интересы Америки, именно, он более склонен к достижению каких-то компромиссов и к учету интересов России, собственно говоря. Но это его личная позиция, которая, конечно, будет очень серьезно подкорректирована, когда и если он займет постпрезидента, то понятно, что и транснациональные корпорации, и там политический истеблишмент, и военно-промышленный комплекс смогут надавить таким образом, чтобы его политика практически мало чем отличалась от политики Обамы, а до этого от политики Клинтона. Ну, а если Хилари Клинтон займет, то это будет продолжение нынешней политики Обамы, может быть, даже более жесткое такое, более, так сказать, русофобское. Как изменились настроения киевлян, населения других областей Украины за два года, да, за эти два года революции достоинства, да? Ну, давайте, да, я понял, ну, это не революция, все-таки революция... Ну, только что был день флага на Украине, многие россияне смотрели и видели люди с флагами. День независимости был, да. Ну, все-таки давайте называть это государственный переворот, потому что революция, это все-таки несколько иное событие. Оно у нас традиционный и позитивный эмоциональный окрас имеет, ну, и оно действительно связано с радикальными изменениями в лучшую сторону. А то, что произошло, это радикальные изменения, да. Поэтому это государственный переворот, тут надо просто отречение терминологии придерживаться. В результате государственного переворота, ну, государственный переворот просто завершил логические те тенденции, которые были начаты до него, и которые, кстати говоря, при президенте Януковиче получили свое логическое развитие. Ну, тогда как раз люди ждали, еще при Януковиче ждали того, что они пойдут в Европу. Да. А каковы сейчас настроения? Сейчас надежды на европейскую интеграцию практически угасли, их нет. В беседе частных люди скептически относятся к предоставлению безвизового режима для Украины. Здесь, как бы, тоже постепенно иллюзии спадают, и тем более, что этот скепсис подкрепляется сообщениями украинских СМИ о том, что постоянно переносится. Это значит предоставление безвизового режима, откладываются там соответствующие решения, доклады в разных структурах ЕСовских и так далее. Тут совершенно понятно, что никакого безвизового режима не будет. Тем более, люди постепенно начинают понимать, что безвизовый режим не означает, что ты прямо сейчас встал и поехал, так как ты едешь Белоруссию в Россию, с одним внутренним паспортом или заграничным. Просто все те документы, которые надо было готовить на подачу виз, теперь просто будут показывать на границе. Это намного хуже. Если завернуть с границы, то это уже проблема. Раньше, если документы не приняли, то ты сидел в Киеве себе, ну не приняли документы на Шенген, ну не приняли. А так завернуть на границе. Поэтому это потихонечку начинает осознаваться. Население в полнейшей фрустрации. Крах иллюзий и за два года, крах вообще всех надежд, а иллюзии-то были связаны с построением Еврорая. А Еврорай напрямую связывался с приходом сюда европейских инвестиций и опять же с безвизовым режимом. В результате ни инвестиций, ни режима, в результате тотальное подавляющее нарушение прав человека, всплеск преступности, страшная преступность, которая подпитывается военнослужащими, разного рода уголовными элементами, которые отслужили, возвращаются из зоны боевых действий, возвращаются с оружием. Там правоохранительные органы режима киевского находят постоянно по всей территории Украины закладки оружия, боеприпасов, огромнейшие причем. Совершенно понятно, что эти закладки... Это не сепаратисты. Это нет, это не какие-то мифические сепаратисты или там ополченцы где-то во Львовской области. А понятно, что это закладки для организованных преступных групп, для банд, которые сколачиваются из тех же бывших военнослужащих, которые сейчас рыщут по стране в условиях безработицы, в поисках заработка денег. Производство свертывается, целое городообразующее предприятие стоят. Ну вот жители Запорожья и Днепропетровска, я думаю, могли бы очень хорошо об этом рассказать. Все высокотехнологичные наукоемкие производства, кроме харьковских, практически закрытые, их уже нет. Ну кое-что там в каких-то отдельных цехах, что-то производится, какая-то жизнь теплится, но в общем ситуация тяжелейшая. Ситуация тяжелейшая, то есть речь просто идет о тотальной деиндустриализации Украины, о ликвидации промышленного научно-технологического потенциала. И вопрос двух-трех лет этого потенциала уже не будет. Я думаю, что по многим отрастям промышленности точка невозвращения уже пройдена. Если посмотреть на статистику, на выпуска, на номенклатуру изделий, которые сейчас выпускают и раньше выпускали определенные заводы, предприятия. Многие эксперты отмечают, что возрастает изоляция Порошенко. С одной стороны, Владимир Путин отказался от встречи с участием Порошенко в рамках минского формата, по крайней мере. А с другой стороны, день флага прошел как-то уж очень незаметно с точки зрения... День независимости... Политиков, да, день независимости Украины, с точки зрения политиков европейских. Что происходит и почему Запад не дает деньги Украине еще? Тут все понятно. Запад деньги Украине не дает, потому что они разворовываются. Разворовываются тотально. Так они всегда разворовывались? Раньше меньше. При преступном, в кавычках, режиме Нуковича все-таки разворовывались на порядок меньше. Оказывается, что есть куда падать. Вот сейчас люди узнали, что такое коррупция, оказывается, а не то, что было до 2014 года. Вот они разворовываются. Львиная доля усилий Запада, собственно, их основной предмет приложения их усилий как раз заключается в том, чтобы создать такой режим, поставить таких людей, в конце концов, если места не справляются, которые могли бы минимизировать коррупцию, взять под контроль финансовые средства, в том числе и кредитные, какие-то заемные средства, которые Киев получает по разным линиям, извне, по линии международной помощи, по линии МВФ, Международного банка и так далее. Вот это пока не удалось. И тут, кстати говоря, киевский режим оказался далеко не так управляем, как рассчитывали американцы. Это не удалось сделать. Значит, посмотрите, американцы бились полтора года таким, чтобы убрать генпрокурора Шокина. Это как бы человек лично Порошенко, который обеспечивал бизнес, интересы его окружения и так далее. В результате и Байден, ну, дело дошло до того, что просто ультиматум был выставлен, значит, что кредитные гарантии под 1 миллиард долларов США американцы не дадут, да, значит, Киеву, если Порошенко не уйдет. В конце концов, Порошенко ушел, вот, ну, вместо этого стал Луценко. Вот это сейчас очень сунелегче, как говорится. Порошенко ушел? Шокин ушел, да, Порошенко, да, уволил Шокина, рада поддержал, а вместо этого стал Луценко. Ну, это из-за гняда в полы, как говорится. Вот, потом, значит, кабинет Яценюка сменился к кабинетам Гройсмана, а коррупции меньше не стало. Собственно, тут ведь смена лиц во главе киевского правительства ничего не меняет, потому что окружение Порошенко по-прежнему, оно всем известно. Окружение Яценюка тоже всем известно. Люди из фракции Народного фронта, они по-прежнему борются и контролируют основные финансовые потоки, борются за приватизацию стратегических и приносящих доход объектов. И вмешаться в эту борьбу со стороны не позволяется никому, даже иностранцам. Ну, а каковы цели Запада в этой борьбе и чего он хочет добиться и добьется? Цели Запада, значит, поэтому деньги не дают по этой причине. В то же время, в то же время, Запад, как я уже сказал, пользуется и исходит из одной фундаментальной посылки. Украина нужна при любых раскладах, при любом воровстве, любой коррупции на Украине, при любом режиме, даже самом малосимпатичном, при любом режиме, который Запад будет стыдиться и не подавать руки его представителям, все равно Украина нужна. А иного режима, который был верен в своей русофобской политике, на Украине не будет и верен Западу. Поэтому, собственно говоря, это действительно проблема Запада. Как она решается? Вот посмотрите, два года. Они делают шаг вперед, два шага назад. Или наоборот, два шага вперед, шаг назад. То есть, они сначала дают деньги, потом долго и упорно пытаются выглотить из киевского режима эти деньги, чтобы они дошли до непосредственного предназначения. Они тасуют своих людей, каким-то образом проводят кадровую политику, решают вопросы. Значит, убирают местных, ставят своих. Потом наоборот. Постоянно давят ультиматумами, заставляют выполнять, продвигать некие реформы. Причем уже реформы направленные такие технологичные, направленные просто на поддержание достаточной управляемости украинским государством, на работу госаппарата. И, собственно говоря, зачастую благодаря этим усилиям Запада, как раз ситуация, киевский режим удерживает ситуацию. И ситуация еще пока держится. А Запад не боится, что вот эти вот схроны на Западной Украине, что к ним придут, собственно, эти схроны придут люди вооружаться, и начнется гражданская война уже не на Донбассе, а в других частях страны? Ну, боится. Боится. И именно по этой причине США в лице американского посла, сейчас, видимо, новый посол, проводят две линии. Они, с одной стороны, очень жестко и строго следят за тем, чтобы конфронтация, внутриэлитная конфронтация среди киевских властей не угрожала стабилизации, стабильности всего режима, чтобы не переходила какие-то границы, не становилась разрушительной для него. С другой стороны, Запад пытается, скажем, ограничивать или, скажем так, молчаливо поддерживает киевский режим, когда тот пытается пресекать некое крайнее проявление неонацистского, небандеровского движения. И вот тут вот, как бы, Киев вместе с Вашингтоном пытается найти некий баланс, то есть, с одной стороны, батальон Азов существует, и Аваков существует, а батальон Азов — это фактически карманная гвардия Авакова. Вот, и ряд еще других батальонов, таких неонацистских, они существуют, но им даже позволяет иногда выступать, и их деятельность не пресекают. У них есть своя легально действующая база, где-то там на Юго-Востоке, вот, они находятся под крышей Министерства внутренних дел. Вот, с другой стороны, отстреляны, отстреляны такие экстремисты-радикалы-одиночки, которые действительно могли, ну, не управлялись, как бы, этим режимом, его фигурами, теми или иными, пусть даже не подконтрольными Порошенко, да, но фигуры, которые могли повести за собой определенную часть радикального сообщества. Вот, он был убит, например, в декабре 15-го года некий лесник Олег Мущиль, радикал-экстремист, который ушел из правого сектора и собирался повести за собой людей, ну, вот, значит, он, как бы, был без политической крыши. Вот, ну, Сашко Белый был убит еще, убран в самом начале. Поэтому, поэтому, вот, с одной стороны, у американцев, да, и у Киева есть стремление, понимание и попытки подавить крайнее проявление вот такого, значит, батальонного вот этого, значит, необандеровского движения. И в то же время американцы пытаются примирить, примирить разные группы, разные группы влияния вот внутри киевского режима. У нас остается немного времени, поэтому я хочу задать еще два вопроса. Один из них касается зарабичан. Зарабичане были одним из столпов украинской экономики, ну, по крайней мере, те деньги, которые они переводили ежегодно на Украину. Ну, денег поступает меньше. В поляки едут, вроде бы, многие обратно в Польшу, их рабочие места закрываются, в Германии, в других странах. И украинские граждане пытаются вытеснить обратно на Украину. Может ли здесь вот это вот обратное движение зарабичан, да, их возвращение на родину, повлиять на политическую ситуацию в стране, привести к какому-то взрыву? Ну, теоретически может, при определенных условиях может, но я бы не стал говорить так категорически. Все-таки в ситуации, когда свободный выезд Украины безработных, вообще людей, которые хотят где-то заработать на стороне, не ограничен. Более вероятно, что при ухудшении экономической ситуации, все-таки ситуация будет развиваться по другому пути. Эти зарабичане не будут возвращаться на Украину, они будут из России в Польшу ехать, будут ехать в Китай, куда угодно, понимаете, только не на Украину. Поэтому, скорее всего, население будет постепенно растекаться, как бы убегать в поисках лучшей жизни, в поисках приложения своих усилий, способностей, талантов, чем бунтовать в условиях, когда это грозит просто репрессиями, жесточайшими, причем обвинениями в сепаратизме и так далее. Но есть еще один фактор. Осенью обещают девальвацию гривны, если не примут какие-то срочные меры власти, если Запад не даст валюту, насколько это вероятно? Вероятно, высоко вероятно, потому что золотовалютные резервы исчерпываются, а источником выполнения их золотовалютных резервов в последние два года является не продажа продуктов украинской промышленности, которые останавливаются, а внешние заимствования и вот эти вот валютные кредиты. И, собственно, они же пополняют золотовалютные резервы. Это жизнь в долг постоянно, уже два года. Вот их сейчас нет. Действительно, иссякают золотовалютные резервы, поэтому придется девальвировать гривну, которая обеспечивается долларом. И, собственно, процесс уже начался. В августе гривна сдавала позиции к доллару очень активно. Да, и будет сдавать сейчас, потому что очередной транш из того 17,5 миллиардного кредита МВФ, который фонд обещал Украине еще в 2020 году, в 2015 году, по-моему. Очередной транш, так больше уже, по-моему, полугода, 7-8 месяцев он так и не поступает. А промышленность стоит. Да, был-то небольшой всплеск промышленный. Во втором квартале увеличились поступления от продажи металлургической продукции, но это было краткосрочно. В общем, ЗРВ иссякают. Поэтому ничего не стоит, как девальвировать гривну, а тут резко повышаются, конечно, риски для правительства, для киевского. Социальных протестов, роста протестных настроений на фоне обнищания населения, инфляции, подорожания цен, там целый букет рисков и угроз действительно для них есть. И вот ситуация будет, конечно, ухудшаться в течение осени, мы будем этому свидетелем. Социальные движения или социальный взрыв могут последовать за этой девальвацией? Опять же, теоретически может, исключать этого нельзя. Но в ситуации жестких репрессий спецслужб, МВД, жестких репрессий, в ситуации против даже социальных протестов, которые маркируются как сепаратистские, поэтому это дает право в условиях объявленной Верховной Радой войны с Россией, да, дает право киевскому режиму беспощадно расправляться с накомыслящим. Да, просто с социальным протестом, да, вот, я думаю, что возможно, но, опять же, вот такое силовое давление, оно демотивирует людей и, скорее всего, весь этот протест выродится просто в эмиграцию, в трудовую эмиграцию. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу, Виктор, будем рады видеть вас вновь, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин